Ребята, всем привет! Я их всегда с какой-то коробкой, но в этот раз это коробка от бренда Happy Baby И тут были всякие милашества детские Но все-таки мы заказали кроватку Причем тоже от этого бренда У них какая-то новая кроватка появилась Она по габаритам как раз плюс-минус то, что нам нужно Я накрасилась, причесалась Сейчас ко мне едет моя мама Анютка спит, но скоро проснется Мама едет просто в гости Плюс пока она будет в гостях Может что-нибудь поснимаем Я хотела, чтобы мы посмотрели мой детский альбом Уже не знаю, сколько я хочу, чтобы мы посмотрели мой детский альбом Потому что я, бывает, смотрю на Анютку Я вижу вылиту из себя прям с каких-то фотографий И я хочу даже найти эти фотки Но начну с распаковки Я еще буду в сторис Обязательно все снимать Такой вот теплый костюмчик 56-62 размер Если честно, мне кажется, у Happy Baby Не маломерит, а наоборот А может и нет Блин, просто я смотрю, когда на эти вещи Вот такие большие уже, знаете Мне не верится, что у меня такой ребенок То есть вот этот размер 56-62 Это то, что сейчас должна носить наша дочь То есть это ее размер Мне не верится, блин Так, сразу посмотрим, как стирать Знаете, раньше мне всегда было так пофиг, как стирать Просто закинул, что-то включил и погнали Но с детскими вещами И вообще с рождением ребенка я стала более разборчивой Блин, какое тюдя Смотрите, какой мякиш на три Я заказала три таких На разный размер Потому что... Хотя не знаю, знаете, это тоже такое волнительное Я вам сейчас в этом блоге расскажу Может даже покажу скрины Что я заказала из Турции Я нашла Байера все-таки И заказала из Турции вещи из H&M и Zara Но на вырост В основном заказала 68-й, 74-й размер И кто-то из моих подписчиков написал Что у них там кому-то дочке один год и пару месяцев И дочь типа 75 Ну то есть, знаете, я думаю, блин, а не поспешила ли я? Вот такие вот башмаки от Happy Baby тоже Буду сразу все вот эти бирки снимать Смотрите, какое чудо По размеру, правда, 9-10,5 Но они тут такие прям с мехом Не, я думаю, что сюда ногу Анюткину засунуть можно Спокойно и вот так вот завязать Ничего страшного Даже если велико будет Все на это так странно Вот она уже такая большая, реально Она почти 7 килограмм весит А я все равно иногда думаю, что она маленькая Типа смотрю на какие-то вещи, думаю, ну нет Это на какого-то, я не знаю, 11-классника Это очень странно, реально Кто не знает, у нас от Happy Baby довольно-таки много мебели В детскую Но и здесь, в Москве, а на даче И хочу сказать, что вот на даче кроватка у нас от них обалденная Я ее очень люблю И я бы хотела и сюда такую же поставить Как прикроватную Но она довольно-таки широкая То есть она 100 на 70, что ли А мне вот 70 прямо это уже все То есть максимум 60 Потому что 10 сантиметров у нас там и так нет прохода От шкафа до кроватки Ну то есть это будет перебор Такие вот милые тапули Их можно и сейчас уже носить Ой, я вообще девки Не знаю, как остановиться Это 10-й размер Я пока не разбираюсь, какие размеры Типа ноги Ноги не понимаю пока Ну я думаю, что точно то, что надо Вот, может чуть-чуть велико Но лучше так, чем мало Вот еще такие коричневые тапульки Чудные Кроватка придет попозже Вот, но это и хорошо Потому что без Славы Что я с ней буду делать Слава уехала на дачу У нас там мыши Но об этом позже Я хочу с вами даже поделиться Фрагментами ужасными, страшными Короче, ладно, сейчас не про мыши Вот такой вот костюмчик тоже на сейчас 56-62 Но вполне, ну я не знаю весной как она будет Весной будет ей это мало Или она еще будет как раз То есть сейчас 62-й размер ей велик Я просто не знаю, как быстро она сейчас начнет расти Потому что в принципе с 56-го размера до 62-го Приехала моя мама Анютка проснулась Вива на страже Ты просто тоже ничего Лежит, смотрит на себя в зеркало Господи, боже мой Ты меня напугала Я включила, чтобы посмотреть А ты дверь открываешь А что у меня открыто? Не знаю У тебя всегда открыто? Нет Ну для тебя, да Какая ты модная Бабулька Бабулька Настя Молодая бабулька Ну ладно, раздевайся Ваша бабушка пришла Бабулька пришла Что за жизнь у тебя, Анютка? Как в этом телесериале снимаешь Он такой мой шлютенький Такой мой горюсенький Ну какая у тебя реакция будет на бабушку? Чего так темно? Она спала Анюточка Привет Привет, моя куколка Это бабушка твоя пришла Привет Наверное, против света Она тебя не видит Ты меня не видишь? Я тут Анюточка Я тут Привет 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 Ты моя маленькая Скажи в темноте Скажи мне Ну давай я включу Прикрой ей глазки Ку-ку Ну что, бабульку узнала? Ку-ку Привет Привет Солнышко моё Привет, моя маленькая Спишь что ли еще? Она еще не проснулась В прошлый раз она так улыбалась мне Ты моя девочка Привет Привет Анюточка Куколка моя Чего, ты бабушку не узнаешь что ли? Ее улыбка загружается Загружается твоя улыбочка, да? Ку-ку Здравствуй, моя радость Здравствуй Привет, моя куколка Хорошо спала? Расскажи мне Хорошо спала? Как тебя тут? Мам с папой не обижают? Обижают? Да, да Началось Опять все рассказывать будет бабушка Ну-ка, рассказывай давай бабушке Рассказывай бабушке Ой, встаем Ой, встаем 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 Дай бабушка возьмет Ой, ты какая большая Привет Привет Ты моя радость Привет Кукленок мой Сладкий Она уже прям вставать хочет Да? Посмотри Она уже вставать хочет Ты моя радость Ну что Просыпайся Просыпайся Да? Вивочка Вива, иди сюда Иди сюда Ой Ой И каждый раз все больше и больше Хорнишься, да? Такая ты уже прям большая Скоро бабушка придет И мы с тобой за ручку пойдем гулять Да? Угу Какая моя радость А мама с папой поедут А мама с папой пусть куда хотят едут, да? А мы с тобой будем гулять Гулять Люка, пальцы в рот несет Да Скажи, да я еще это Спалю я еще, да? Спалю Меня будет Ты моя радость Да, у нее походу это Зубки Пошли на кухню Да У меня тут распаковка просто Оу Распаковка Огнала, глянь Ну не знаю По поводу зубов, конечно Костюм красивый Смотри-ка Вот так Можно же ее, да, брать? Да, да Чтобы она тоже вообще не была Да, ее очень все нравится Видим Что там Рассказывай, мама Что у тебя там интересное? У меня тут распаковка Я показываю Классные костюмцы Да Ух ты, а что это Такой большой размер? Восьмидесятый Зачем я такое большое заказала? Ну зимой будет Восьмидесятый? Слушай-ка Один раз постираешь Будет шестидесятый Вряд ли Да ладно Мы тоже покупали вещи побольше Тут же стираешь И все равно подсаживаешь Не, у меня, кстати Вот из тех вещей, которые есть Я рассказывала Один бренд Почему-то прям садится А вот остальные вещи Не садятся Хотя одинаково все стирают И в вашем действии Такое было Покупаешь что-нибудь Что-то садится Что-то не садится Слушай, она прям хочет вставать Я ее пытаюсь укладывать Вот так, чтобы она Ну, лежала А она прям поднимается Это же Смотри, а Она прям поднимается Кстати, вот мне знаешь, что интересно Я только недавно Начала ее переворачивать С, получается, спины На живот Именно ее ногу подгибать Чтобы она сама переворачивалась Оказывается, это надо было делать Типа вообще давно Да Да Я уже не помню Вы такое не делали нам? Я не помню А знаешь, что у вас Переворачивали Вы лежали Массажи вам Нет, это все понятно Я тоже Я только не делаю Я не сильно из-за этого парюсь То, что я Например, не месяц назад Начала ее переворачивать Как-то Потому что я уверена Что она все равно Начнет переворачиваться Тем более, что она У нас такая Девочка крепкая Думаю Она уже вон Сама ходить хочет Поэтому я не беспокоюсь Что я ее сейчас Начала переворачивать Тем более, что Она делает уже успехи Просто Когда пришла бабушка Прабабушка Анюткина Она начала спрашивать Человечка уже переворачивается И когда врач к нам Невролог приезжал Тоже Он пытался ее перевернуть А она сама Как бы еще не переворачивается Не знаю Должна ли прям Ну, может по каким-то там Мормам интернетовским Не знаю Да нет Она сейчас начнет переворачивать Во-первых Знаешь, каждый раз Когда исполняется Новый месяц Да Новые умения Сразу начинаются Какие-то новшества Поэтому Ну, сейчас только исполнилось Три месяца Сейчас пойдет Да? Ты моя любовь Радкая Нет У нее много умений Новых Так, а что? Я вам не показываю Заболталась Надо нам остановиться С распаковками Короче Вот такая вот игрушечка Я это все постираю Какое чудо Надо будет вот этот Картончик доставить Это типа, как я так поняла Кошелек детский Поняли? Открываешь Тут мама Нарисована Как здорово Тут такие грызулечки Вот такая вот На ручку одевается Ладно, сделаем перерыв Я знаю, что она встает Ты такая Давай, пошли, пошли, пошли Опа, видала, как она поднимается? Да, она еще сильнее Она чуть ли не в сиде встает Но я читала в интернете Что нельзя такое поощрять А я ей говорю Кто мой сладкий бублик? Такой мамин Говорю потом Говорю, тьфу, бабушкин Бабушкин бублик Да, сладенькие Щетки Такие хомететки Дедушка так говорил Твоей маме Щетки хомететки Ты моя маленькая Встать хочешь, да? Ну подожди Немножко еще Совсем осталось Скоро встанем И мы побежим с тобой, да? Будем с тобой за ручки ходить Дедушка там сейчас На даче дорожки сделает Потом маленькие ножки Побегут по дорожке Ты моя радость Ты моя сладость Ой, ой, ой Встаем, встаем Встает ребенок Сейчас мы ее сюда положим Давай положим ее сюда Давай, надо Чтобы она тебе показала Какая она улыбается Давай Поползли? Поползли? Мари, бабушка тоже так умеет Ой, скажи Тяжеловато пока, да? Да не тяжеловато Скажи, мама Научусь переворачиваться Ты вообще от меня не отойдешь Мне на секунду Так что радуйся пока А теперь другую сторону Вот так надо Оказывается делать Ножку одну подгибаешь И она сама должна Ой, как здорово И так надо тренироваться Как здорово А вот это когда кладу ей Она к нему ползти хочет Кукусики сладкие Такие кукусики Только Анютка просто Уже столько активностей Идем Ой, ей хочется Мне кажется Вон туда вот Где камера Я уже не интересная игрушка Ей где камера нужна, да? У-у-у У-у-у Заказала Ой, ты радость Не могу Такая Как ей костюмчик идет, а? Анютка У тебя костюмчик так идет Сколько маму Еще костюмчик заказала Солосище Нормальная, хорошая мама А как еще? Вот меня уже в интернете пишут То, что я какая-то титул Мы хотим ей кроватку поменять сюда И пишут Зачем столько кровати Ребенку И тут И там Зачем столько шмоток И грушек То есть осуждают За то, что Ну, типа Ребенку всякое покупаем Так странно А как еще? Когда это твой первый долгожданный ребенок Ты хочешь дать ему все Понятно, что Возможно В какой-то степени Это, ну, неразумно Но с другой стороны Останется другим деткам Что-то отдадим Подарим Что теперь? Не выкидывать же? Ничего страшного Делай, как тебе хочется Наслаждайся материнством Конечно Есть возможность Покупай Правильно Останься еще деткам Все правильно Что есть вещи Вот я понимаю Что вещи В которых она сейчас ходит Мы их можем еще оставить Ну, следующему малышу А потом еще пойдут Двоюродные братья Да? Или сестры Ну У нас тоже было У нас Саша вот когда родился Не, ну, от вас-то вообще У меня и Гошка Во многих твоих вещах Нейтральных, конечно Не розового Ну, понятно Но нейтральных тоже ходил Да? А вот когда Саша родился А потом родился У него двоюродный братик Да? И очень даже все Передавалось по наследству Да, моя радость? Ничего у нас не пропадало Еще отдавали И подружкам отдавали Да? Ой, сколько я твоих вещей Подружкам отдавала тоже Так что Ну, еще знаешь Вот я думаю Сейчас вещи, которые она носит Пока она не начался прикорм Пока она сама не ходит Не пачкает Их можно спокойно Еще на следующего ребенка Оставлять А следующие вещи Когда она будет постарше Они уже будут, наверное, так пачкаться И так изнашиваться Что там уже Только на тряпке Задачиваться Давайте она ходит Она сразу Она у тебя не будет переворачиваться Она сразу встанет В кроватке Давай Пошла, пошла А ты знаешь, что есть дети Которые ползают И если они ползают Они долго не ходят А есть дети, которые Нифига не ползают Но они вот сразу встают А потом идут Вот вы, кстати, с Гошей Такие у меня Вы нифига не ползали Ну как, конечно, умели ползать Но маму это было неинтересно Мы сразу встали и пошли Ну посмотрим, какая нютка будет Она, конечно, пытается ползти Вот я такой заказала коврик Но я что-то не знаю Боюсь ее на него пласть Хотя что будет, наверное, да? Я его вчера помыла хорошенько Не, лучше такой подход Ну вот я тоже как-то Единственное, что Шаренький Что плохо, что она хочет на этом ползти Она подтягивает одеяло под себя А ей как будто бы хочется ползти Хотя, мне кажется, рано, конечно Куда ты еще не умеешь? Она думает, что уже умеется Она старается и учит Все правильно делает Ой, скажи Давай, дотянись до игрушки Но она так вообще на тебя очень похожа Да? В детстве, да Ну сейчас посмотрим И вот я, блин, так странно Я бывает смотрю, думаю Вообще чистый я А потом какая-то неделя Смотрю, думаю Да вообще, где я тут? Просто слава Она, когда начинает улыбаться Она чистый слава И еще когда вот это Ваше любимое выражение Когда она злится Вот эти губы вниз Вот вы так не умели А у вас по-другому Когда вы плакали А вот она грустит А грустит она вот уголки Это слава И улыбается Вот прям слава Такая ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням Бабушка, скуши Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням Скушает бабушка тебя Такой малыш Кучунок Что, спать хочешь? Ты же только что спала Нечего спать Надо режим менять Итак Я достала детский альбом Который для меня дедушка собирал Посмотри на маленьких Смотри, какие мишки Тут маленькие мишки Смотри, какие маленькие зайки Как ты? Видишь, зайка маленькая такая Видишь? Ты тоже маленькая зайка Ты знаешь об этом? Ты тоже маленькая зайка Она же царица Первая внучка Первый ребенок в семье Такая сладкая И все, ей встать надо Да подожди, полежи Успеешь еще встать Ее лучше переверни В другой головешке Туда Туда? Да Что, у нее тут лошадь висит? Она ее гладит Опа Вот, да Опа Вот она лошадь Смотри, чуть-чуть Лошадь, смотри Манюткин Лошадка Нет Не Не бери Сейчас сосульку ей дам и захочет Уже взяла Давай сосульку Давай Она у бабушки вот так всегда засыпает Бабушка тебя сейчас быстро укачает Так, на чем мы там остановились? Ну нет, все равно Не так похожи, конечно, глаза Ну это просто здесь тебе уже больше месяцев Уже больше тебе здесь месяцев Ну вот здесь больше похоже Да, похоже она на тебя Тут уже большая ты, слушай Ты уже месяцев пять, наверное Ну какой там стоит дата, я не вижу Девяносто восемь Девяносто восемь Четыре Чуть не пойму четвертый Это что? Четвертый месяц Это апрель месяц Ну это уже больше, конечно Девяносто пять уже здесь Так что Вот маль поменьше где-то были Вот у меня в альбоме много вот таких маль Где-то совсем маленьких Ну да, наверное Похоже, похоже Но она, я говорю, она у вас и прям вот папа, и ты Прям вот напополам Когда улыбается и плачет, прям вылитый слава А когда серьезно, прям на тебя очень похоже Внедряешься у меня, да? Внедряйся Ну видишь, внедряйся в бабушку Да, интересно, посмотри, какая Анютка будет Все уложила Анютку мама Она у меня всегда так засыпает Ей очень удобно, моя конфигурация, наверное, тела И она вот так у меня Одну ручку по мышку, другую здесь И вот так вот вроется в меня и спит Мы со Славой обсуждали, как необычно видеть, как твой ребенок Что-то умеет, начинает, разглядывает Ну то есть проходят вот эти этапы, которые мы когда-то проходили Как человек развивается Такое счастье И счастье, и просто тоже так А вот этот период, он такой короткий Так быстро пролетит, поэтому наслаждайся Вот этой вот лялечкой вкусненькой, сладенькой Да я наслаждаюсь Поэтому даже никуда из дома не хочу уходить И с ней разлучаться Когда я была у тебя так носила, я была худая И тебе неудобно было А ты у бабушки у своей вот так же Теперь я понимаю, почему формы появились, мягкость такая, знаешь Есть куда зарыться Ты что, попробуешь переложить? Только головешкой туда клади Ой, это сложно А как? Перекидываешь на другую руку Все равно, если она хочет спать, даже если она чуть-чуть проснется, она дальше будет спать Все-таки в ту сторону Ну ты ее, конечно, высоко положила Я вот здесь включаю вот так свет Закрываю штор Отсюда легкий свет С лошадью играет Ой, скажи опять мамка с этой камерой Скажи Гу Не, она в камеру смотрится Все, бабушку не смотрится Я спрятала Гу-гу Гу Растань соску Улыбаешься Малыш Ну вот, соски нет, давай пальцы Видела, когда палец сосет? Да видела Это вот У нас так один товарищ тоже вместо соски сосал палец Мы его потом еле отучили от этого Ты думаешь, что лучше соска или палец сосать? Я лучше считаю соской Потому что пальцы себе можно так насосать До крови просто Да ты что? Он с кошки сосал Я его еле отучила потом А соску вынимает, главное, деловая колбаса Она надувает и соску, и палец пытается Два в одно Хи-хи-хи О, ну рассказывай давай О, скажи Лошадь у тебя тут висит Скажи, я ее уже знаю, это лошадь Что-то хотел сказать, что ли? Ку-куа-гу Она просто любит разговаривать, когда она на это У меня на ручках, тогда она с вами совсем разговаривает Спасибо На кухню, кавидор Да Гу? Ой, тебе нравится камера, да? Камера нравится, да? Гу-гуська Ну и все Ты посмотри, вкусно, как кушать пальчики свои Ну-ка, кто это там такой? Кто это там такой? Ты маленький малыш? Да? Ты маленький малыш? Да Да Три-ти-ти-ти-ти-ти-ти Три-ти-ти-ти-ти-ти-ти Ну-ка Где-то Ну да, она бывает просыпается, вообще разговорчивая, суперактивная Бывает такое Она скажи, сонная сейчас Да, я сонная скажи Я спала Я спала Вы меня разбудили, да? Ой, тебе моя сладкая Кто там? М? Кто там? Кто там? Смотри, бабушка, мама и Анютка 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 Такие мы девчонки Такие мы девчонки Ой, кто здесь ходит? Анютка, смотри в кадр Так, ребят Мама моя уже ушла Я попросила ее, чтобы она выкинула коробку ту большую Потому что я на улицу сегодня не пойду, понятное дело И могу продолжить, так сказать, распаковочку Это вот такой вот коврик с водой Надуть надо и наполнить водой Там всякие блестки Какие-то прикольные штучки, дрючки Так что очень хочется скорее попробовать Я уверена, что Анютке тоже будет интересно Выдерживает 40 килограмм, с ума сойти Обязательно протестируем Заказала на вырост, так сказать, на будущее Тарелочки вот такие пластиковые Которые присасываются Ой, все, присасалось Присасываются такие тарелочки Ну, понятно, нам это сейчас не надо Но я вообще такая у вас, мать, запасливая Вот такие классные штучки Тем более заказала, потому что вдруг потом Когда нам уже надо будет, не будет в наличии Или вообще сменится коллекция А мне очень понравились Скоро у нас прикормы начнутся Ну, не завтра, конечно Но через пару месяцев, может Через три, не знаю Вот такая вот классная игрушка Грызуночек прикольный Там какие-то шебуршалочки внутри Вообще чудо Вот такой вот краб водный Сегодня прям его протестируем Два вот таких краба Интересно, как они работают Ооо, класс! Заводные крабы Сразу в ванную их отнесу Потому что я хотела У нас есть утята Хотела что-то достать Анютке Чтобы было весело Все никак постоянно То уже здесь ребенок у меня купается А я забываю достать Анютка здесь лежит Я ее покормила Немножко в недопонимании как будто Так, продолжим Вот такое вот яйцо Это типа светильник Не знаю, как он работает Как-то он работает Наверное, батарейки туда надо какие-то Не знаю Сто процентов уж Вот такое вот яйцо И оно светится Пока не знаю, какое применение Но мне кажется, прикольно Такая вот интересная игрушка Яйцо, что ли, это она делает Не пойму Что за прикол Наверное, да Наверное, это курочка Которая высидела яичко Тут, по-моему, какая-то музыка, что ли Пищалочка А тут что-то было у нее Не пойму, что там такое За технология Там точно что-то твердое Но не пойму, что Ладно Классный подсолнух такой детский Еще вот такая вот игрушечка Тоже не помню, что она делает Но тут что-то это Что-то она делает Или просто как игрушка Грызуночек В общем, ладно Тут еще куча одежды Я вам не все успела показать Покажу, наверное, попозже Хотя Тут еще одна вот такая тарелка Вот такой вот на ручку, наверное, цепляется Книжечку вот эту я вам показывала Ну-ка Прикольно Как будто для деток постарше Так, ну что там Закваканье Чего ты квакаешь? Чего квакаешь? Темно тебе, не нравится Я думала, ты спишь Ты все никак не уснешь Чтобы мама тебя шатала на ручках Ты все большая Ты посмотри, какая ты большая Вот так вот она лежит и смотрит Ну что мне с этой агукой делать? Купать? Купать? Или купать? Сейчас время пол Восьмого Дюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюда Не хочет она лезать, мама дорогая. Ой, как сложно. А потом же ещё из-за чего-то начнёт плакать, когда они там растут. Пойду её пытаться укладывать спать, наверное. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч. Хочет спать, но не может, надо ей помочь. Если я сейчас её потащу купать, что я могла бы сделать? Потому что почти 8 часов вечера, а я обычно её стараюсь как раз в это время купать. Вот не знаю, переживаю, чтобы она потом там сильно не расплакалась. Хотя, зато после ванны она бы точно уснула. Может, и сейчас полчасика покимаешь, потом как раз пойдём купаться. На чём я там остановилась? Я сделала большой заказ через Байера. Нашла заказ из Турции, потратила довольно-таки много денег. 60 плюс 20. Ну, короче, это хрена. Сейчас вам показываю скрины, что я заказала. И, собственно говоря... Ну, я там ещё за доставку, понятно, заплатила проценты всякие за то, что привезут. Я думала больше закажу, если честно. Но что-то вот, может, на турецком H&M не особо много, там, большой какой-то выбор. Может, коллекция какая-то не обновилась, не знаю. Но ждать мне 2-3 недели. Поэтому будем ждать. Очень любопытно. Я заказала на вырост в основном вещи, понятное дело. Но сейчас Анютке ещё 62-й велик, поэтому я думаю, что всё супер. У нас есть вещи довольно-таки много. Кстати, надо будет достать контейнер с вещами. 68-й, 74-й у нас есть. 74-й размер. А для редут у нас есть классные бодики. Ну, мы их, правда, ещё пока не носили, чтобы прям оценивать. Но по качеству хорошие были, по крайней мере. То есть у нас, в принципе, одежды дофига. Даже на вырост. Но не так много, чтобы я была, как мать, довольна. Короче, в любом случае, ещё с Озон. То, что я заказала. Причём я тупанула. Мне же так сильно хотелось всяких классных вещей дочке заказать. Поскорее, поскорее. В итоге я тупанула и переплатила довольно-таки много денег. Типа я заказала, знаете, костюмчик, который... Вот если бы я в магазине в H&M покупала, он стоил, например, 1500 рублей. А я заказала, типа, за 3000. Ну, то есть дохрена там переплата. Даже больше, по-моему, стоило. Но в любом случае, с одной стороны, я такая думаю, блин. Но с другой стороны, я когда сидела на H&M турецком, там не было этих нарядов. Поэтому не знаю, откуда их везут. Но там был написан как раз с Озон, то, что их везут из-за границы. Ребёнок засыпает. Ничего страшного, пусть под мой голос засыпает. Болтущий. Потому что всё равно ночью у нас тишина должна быть. А днём, по сути, музло надо врубать на мощную. И меня там уже осудили то, что у нас Анютка уходит в сон ночью. Хотя эти видео ещё не вышли. Просто я в Телеграме тоже этим поделилась. И в сторис немножко скрипит кресло. Раскачали, наверное. Короче, осудили немножко то, что так поздно на ночь Анютка уходит спать. Но мне кажется, из-за того, что она пока и днём дофига спит. Ну, типа, знаете, она совсем ребёнок. То это не так страшно. И кто-то говорил, что вот, надо обязательно, чтобы она с какого-то определённого часа спала. То есть там с... Когда-то меланин всякий вырабатывается. В общем, на самом деле она у нас постоянно спит. Постоянно не спит. То есть она часто спит всё равно. Надо поймать волну в качании, чтобы не скрипела. Только недавно начало. Ну, мы, наверное, её так раскачали. Эту бедную табуретку. Но она офигенная. Я не знаю, что бы я делала без этого кресла качалки. Если честно, она не один раз так сильно выручала. Потому что иногда ребёнка надо укачивать именно, чтобы он уснул. Спина в шоке. А так хотя бы сел, и можешь так вот качаться. И это реально офигенно помогает. Единственное, что с ребёнком очень тяжело вставать с этого кресла. Приходится прям сильно напрягать свои коленные суставчики. Засыпай, молоденчик. Так вот, о чём я там говорила. Заказала вещи. После 15 октября должны прийти. Поэтому буду ждать. Интересно, что придёт. Сегодня тоже, кстати, пришёл курьер. Привёз что-то. По-моему, там типа один или два каких-то комбезика. Вот, надо посмотреть. Я сейчас пока ничего не заказываю. Конечно, я остановилась. Тем более, что я сделала большой заказ через Байера. Вот. Но то, что я назаказывала, до сих пор потихонечку будет приходить и приходить. Что ещё интересного? Не показала вам классный уже зимний комплект, так сказать. Но я думаю, что как раз будем его носить. Хотя не знаю, посмотрим. Он трансформируется. Его можно и как с открытыми ногами носить, и как такой кокон. Вчера мне пришёл тоже большой заказ. Как пришёл. Слава ездила, забирала с доставки, с этого пункта выдачи. От бренда Long Knits. Как их, блин, правильно опять путаю. И сейчас тогда смогу, покажу. Хотя оно всё сохнет. Не знаю, в общем, покажу. Я вчера сделала глобальную стирку. Сегодня, наверное, тоже продолжу. Не знаю, люблю, конечно, я, чтобы всё было постиранное. Не люблю, когда корзина заполнена. И вот, знаете, всё-таки по поводу ремонта в новой квартире. У нас там нет балконов, и не предусмотрено место для раскладной такой сушилки. Вот как у нас стоят, сейчас вам покажу в этом влоге. И я понимаю, что всё равно будем её ставить. И это, конечно, тупо. Ну, потому что у нас будет стиралка с сушилкой два в одном. Хотя, не знаю, надо спросить. У меня друзья есть, у кого есть сушилка отдельная и стиралка. Просто я знаю, что не все вещи можно в сушилке, например, сушить. Многие нельзя. В общем, надо посоветоваться с друзьями. Ну, и плюс у нас будет два в одном с сушилкой-стиралкой. Хотя, вот даже у нас просто обычная стиралка. Я когда ставлю хороший отжим, в итоге, ну, бывает, вещи достаёшь вообще практически сухие. Ну, конечно, не сухие, но я думаю, что, в принципе, два в одном должна справиться со своей задачей. Ну, либо будем иногда ставить где-то в коридоре сушилкой. Я знаю, продаются такие более стильные, компактные сушилки. Может быть, у нас будет не такая большая, вот как у нас, а какие-то, может быть, другие. В любом случае, когда придёт время, я посмотрю. И, конечно, надо съездить там, посмотреть, что у нас там с ремонтом вообще. Здесь подсчитать, сколько у нас там уже ушло деньжат на ремонт. Что уходит нормально так. Уже довольно-таки много мы отдали, многое оплатили, но ещё многое не оплатили. Конечно же, мебель практически всё не оплатили. Всю сантехнику уже оплатили, двери оплатили. А это у нас тоже довольно-таки недешёвое такое всё. Но зато очень качественное. Вот, поэтому я очень рада. У нас в гостевой санузел раковина отдельно стоящая. Стоит просто сумасшедший. Денег. Ну, я понимаю, что это прям, ну, дизайнерский. Но должно быть круто. Ну, короче, в любом случае, честно, я не жалею, что мы столько денег тратим сейчас на ремонт. Потому что вы сами видите по моей жизни. И я тоже сделала такой вывод, что я точно вообще не должна ни копейки жалеть на ремонт в квартире, в которой я буду жить. Потому что это то место, где я постоянно нахожусь. Вот вы посмотрите, я дома постоянно. Я здесь не просто живу. Знаете, ну, некоторые люди, понятно, кто особенно на работу ходит. Там институт. Ну, не знаю, они приходят домой там поспать, поесть. Ну, выходные, может, дома. А я дома постоянно работаю, живу, мучаю, не знаю. Ну, просто всё. Поэтому у меня дома должно быть действительно хорошо. Я не должна жалеть денег на это. И это хорошо. Вообще на себя лучше не жалеть. Такие вещи, конечно, бывает нелегко осознать. Что постоянно экономишь, думаешь, вот, лучше на то потрачу, не на себя, ещё что-то. Но на самом деле нужно, потому что жизнь одна. И если что-то хочется, то просто, если есть возможность, конечно. Я понимаю иногда то, что, возможно, действительно у нас много всяких игрушек, кинтифлюшек для ребёнка. Типа, зачем нам столько всего надо? Но, с другой стороны, я думаю, почему нет? Ну, вот мне хочется, мне нравится. Мне просто нравится тупо, знаете, для меня полежать, повыбирать какие-то вещи ребёнку. Для меня это вид отдыха, расслабления. И я получаю от этого удовольствие. Ещё бы эта хрень не скрипела. Слава сейчас на даче меняет радиаторы. Вот, они вместе с отцом заказали радиаторы, батареи, всё там меняют. Чтобы зимой у нас там было всё хорошо. У нас там очень много мышей в доме. Нужно найти дырку, откуда они лезут. Это полнейший трэш, девочки. Я, конечно, с ума схожу, у меня прям тошнит. Честно, когда я об этом думаю. Потому что они просто там, типа, живут, пока нас нет вообще. Хозяева, может, на кровати на нашей валяются, легко. Короче, Слава поставил камеру и сделал ловушку. Это ужас. И туда поймалось дофига мышей. В одну ловушку, вот на втором этаже, он ставил. Сначала две маленькие мышки поймались. Потом одна побольше. Потом ещё одна пришла. Самое ужасное, что он рассказывал, что одна мышь, которая побольше, она выглядела так, как будто бы её кто-то пожрал сверху. То есть её расплющило. Просто реально блепать охота. Он в прошлый раз ездил, всё это дело там чистил, выкидывал. Говорит, там и какашки крыси... Ну, мышиные, это не крысы, это мыши. Ну, Владимир, хрен, это мерзость просто невероятная. Ему так было жалко этих мышей. Я говорю, ну, мне, конечно, тоже их жалко. Всё равно мне их не так жалко, как осознавать то, что... Вот я как представлю её Славе, говорю, вот представь, мы с тобой лежим, спим. Наша дочь, Анютка, лежит рядом в своей кроватке, спит. И ты такой просыпаешься и видишь, как мышь сидит на твоём ребёнке, например. Ой, мой, вообще что-то передёрнуло. Я говорю, как ты можешь, ну, типа, в духе сильно так жалеть этих мышей, которые забрались к нам в дом? Понятно, они не виноваты. Они искали тёплое местечко перед зимой. Но мы тоже не виноваты. Мы их не приглашали к себе в дом. Мы не говорили, заходите. То, что у нас дырки оказались в доме, ну да. Короче, надо найти, откуда они лезут, потому что это жесть. Я не знаю, у меня... Когда я думаю про дачу, у меня такие депрессивные состояния и навязчивые вот эти депрессии в голове, что я просто не могу. Иногда я думаю, типа, блин, надо плюнуть вообще, просто продать эту дачу. Но для меня это просто немыслимо. Ну, типа, это настолько моё родное, любимое место. Дом моего дедушки, мой дом, где я провела своё детство. Но там всё настолько не так, как я бы хотела и сделала бы сейчас. Я бы сейчас сделала бы всё по-другому. Да и дедушка бы сто процентов сделал всё по-другому. Он мне ещё при жизни дедушка предлагал, говорит, давай продадим дачу, купим получше. А я им сказала, нет, ты чё, типа, дедуль, как так можно вообще продать? Это же такое место вообще, моё любимое, родное здесь выросло, родилась, можно сказать. И я, получается, знаете, в таком состоянии на перепуте. С одной стороны, мне хочется реально продать или бы снести дом вообще нафиг. Я не хочу это место продавать, потому что это шикарное место в лесу вообще. Отличное место вот само по себе. И мне хочется либо дом снести нахер и построить новый без дырок и сделать там всё правильно, с умом там. Потому что, по сути, вот этот дом, это вообще была коробка. То есть это не такой дом, как, знаете, вот просто кто-то придумал, сконструировал, собрал. То есть это был готовый дом, который кучу раз достраивали, второй этаж достраивали, миллиард раз всего там перестраивали. То есть вот такая вот сложная система. И комнаты в этом доме, конечно, тоже все беспонтовые, непонятные, крепые. Вход в дом тоже беспонтовый. Ну, то есть вот эта вот лестница, с которой все дети наворачиваются. Там, ну, не знаю, падал я или нет, но мой брат Саша падал. Вот у наших друзей есть сын. Артём тоже, он как-то оттуда свалился. Ну, ничего страшного, слава богу. Всё обошло, всё хорошо. Ну, вот просто, короче, у нас перед тем, как выйти из дома, идёт лестница вниз, потом дверь на улицу. Всё там сделано, знаете, немножко так, как сейчас уже никто бы и не сделал. И, конечно, мне хочется, чтобы там всё было по-другому. Короче, всё это очень сложно и грустно, потому что мне хочется, чтобы у нас был дом, в который приятно приехать, подышать свежим воздухом, пожарить шашлык. То есть я не думаю о том, что я бы хотела жить в доме. Хотя в доме жить кайп. Но я просто люблю жить в центре, пока я, по крайней мере, молода, так сказать. Мне хочется жить в городе, где захотел, там, не знаю, вышел из дома, там, не знаю, 15-20 минут, и ты в центре вообще гуляешь. То есть я пока не... Хотя я не так часто выбираюсь в центр, казалось бы, могла бы спокойно жить в доме. Но дом — это тяжело. Это нужно осознавать, понимать, что дом — это вообще... Ну, вот просто мы со Славой и с этой дачей тоже, конечно, намучились, можно сказать. Блин, я надеюсь, аккумулятор поставил в зарядку, то садится. Анютка таки манила. Короче, с этими мышами, не знаю. Там еще одна бегает, не поймалась, зараза такая. Ну, так, в принципе, всех Слава поймал. Шесть мышей он поймал. За один раз, вот за вот прошлый раз он ездил и возил, то, что он поставил две ловушки. Шесть! Нет, пять. И шестая как раз бегает. Но это все, грубо, кошмар! Я не знаю, как я туда поеду, на дачу в следующий раз. Мне кажется, там все просто в мышином говне, антисанитария. Мне хочется просто взять все, что там есть. Я не знаю, не то, что на стирку, сжечь, но сжечь. Это просто ужасно, что я понимаю, что они там бегают везде. Одна мышь вообще там по кухне бегала. Я не знаю, честно, от одной мысли мне просто хочется блевать, потому что я понимаю, что в следующий раз, когда я поеду на дачу, когда мы там найдем все вот эти дырки, Слава с папой, надеюсь, найдут, все это закроют, мне нужно будет там не просто уборку делать, наверное, я клининг какой-то туда вызову, просто генеральный, антисанитария, антисанитария, я не могу. Вот оно, сейчас мне вообще не надо. Сейчас такие тяжелые месяцы начнутся, рабочие, активные, вообще столько движухи, что мне точно не до мышиного говна, блин, на даче. А поехать туда тоже хочется, на дачу тоже хочется. Вот так, спит. Ну, не знаю, надолго ли. В любом случае, я пока пойду все подготовлю, ванночку помою, потому что, когда проснется, буду ее купать. Так, ребят, вот что произошло. Я сварила себе пельмени, что-то ходила, бродила, думаю, господи, ребенок же спит, надо идти есть. Я чуть не забыла вообще о себе, что я очень люблю делать, забыть о том, что мне надо и себя тоже покормить. В холодильнике у меня, конечно, вообще. Такой холодильник пустой, можно сказать. Ну, а смысл? Вот мне, например, мама, когда ехала, говорит, давай, может, тебе в магазин что-то купить, там, курицу, не знаю, типа, сваришь, еще что-то. Я говорю, ну, а смысл, что мне сейчас, на это время тратить. Неохота. Хотя, с другой стороны, все равно, у Анютки аллергия периодически. Я думаю, что-то я все-таки, наверное, жру. Ну, что? Прям не знаю. Прям хоть реально на диету какую-то садиться и что жрать, не знаю. Это сложно, потому что я не понимаю, ну, что у нее аллергия. Я каждый день ем разное, а иногда каждый день ем одинаковое, и у нее то есть аллергия, то нет. Она не такая, что по всему телу, слава богу, просто точечно. Типа на локте, там, не знаю, на коленке бывает прям красное такое. И я не знаю, короче, что делать. На следующий день она может пройти, этого не будет. Но я еще мажу кремом, но все равно. Короче, сижу, ем пельмени, пока ребенок спит. Сейчас уже время 9 часов. Она уже сколько спит? Ну, минут 40, наверное, точно спит. Той час, наверное. По сути, вот сейчас 9, я ее еще не купала, но я ванную набрала, все помыла там. В плане режима было бы супер, если бы она, вот как раз, типа 8 ее искупала, покормила, и типа к 10 она уже засыпает на ночной сон. Вот это нам нужно, наверное, к этому прийти. И, допустим, 10, 11, 12, круглая в 12 она проснется покушать. То есть, предположительно, с 10 до 12, например, мы можем с мужем лежать, смотреть кино, любовь-марковь, например, грубо говоря, да? Потом покормить ребенка, уже переложить к нам в комнату с нами и спать дальше. Уже спать всем вместе, как бы с 12. И потом утром она у вас сколько-то встанет, короче, не знаю, но надо начать работать над режимом. В первую очередь, свои, просыпаться, уйдить ребенка, заниматься ребенком активно, то есть, давать ребенку понять, что сейчас у нас день, что мы занимаемся активными делами, а вечером уже никаких активностей особо никаких не делать. Ну, таких типа крутиться, вертеться на полу. Короче, ладно, буду есть, чтобы это поесть и чтобы ничего не остыло. Так, я уже поела свои пельмени в 9 часов. Ну, ладно, ничего, я же поздно ложусь. Короче, мне с маркетплейса сегодня пришло, смотрите, что. По этой бирке я могу сделать, что это оригинал. Короче, вот такой вот костюмчик H&M прикольный. Вот, пришел прям с вешалочкой и вот такой с лошадками. Это 68 размер нам на вырост. Не знаю, когда мы будем в 68 размере, если честно. Ну, посмотрим, посмотрим, как пойдет. Так, Анютка там, походу, уже просыпается. Я по вечерам, ну, мы со Славой пьем вот такие вот йогурты. Надеюсь, что это неплохо. Ну, короче, у нее есть аллергия, не знаю на что, потому что это надо все исключать, и я не знаю, как вообще быть. Потому что аллергены, вроде как, я не жру. Хотя здесь есть, типа, какие-то клубнички, но мне кажется, это ерунда. Совсем уж ничего не есть, тоже нехорошо. Вот сникерсы, например, я не ем, потому что там орехи. Я думаю, мало ли что. Просто, чтобы лишний раз не было всяких аллергий. Вот это все надо на стирку отнести. Красоту такую. Вспомнила, я хотела вам показать, что у меня здесь за движуха. Короче, здесь у меня стирка сушилась, уже высохла. Костюмчики, все это буду еще гладить потом. Короче, не могу все-таки. Мне очень нравится, когда вещи глажены. Особенно детские и прям, не знаю. Тем более, знаете, как-то детские вещи не так уж и долго гладить. Как будто бы сел. Что за херня? Ну-ка, а этот сравнить? Нет, все нормально вроде бы. Короче, вот такой вот комплект. Вот такой вот заказывала с озон. Видите, какой мятый. Ну вот как. Хотя я долгое время так и одевала ребенка. Ну, типа сложила, надела. Но сейчас я понимаю, что вот что-то не могу я вот в такое наряжать анютку. Мне хочется все это погладить. Это то, что у меня уже с какой-то стирки было. Это все надо погладить. Я просто вот сюда положила. И то, что вот сейчас у меня высохнет, тоже потом положу. Тут у меня тоже стирка. Заказала вот такие классные коконы, но они, наверное, долго будут сохнуть, потому что они такие теплые, плотные. Такие коконы 68 размер, что ли? Или, по-моему, они просто одноразмерные. Типа небольшие идут и все. Вот такая классная шапочка. Вот какое чудо. Он, кстати, почти высох. Но вот эта хрень точно будет долго сушиться. Такая большая теплая штучка. Короче, здесь, по сути, можно особо не стоять, потому что тут я не жду, что оно как-то быстро высохнет. Еще вот такой вот классный пледик заказала, хотя они нам особо не нужны, эти пледики, но он такой уютный, что я не удержалась. Вот, так что здесь тоже, в принципе, все высохло. Такие вот классные костюмчики. Это бренд Мьолик. Вот такой вот прикольненький тоже. Темно-серенький, стильный. Кто-то мне написал, я делала просто обзор в Телеграм, кто-то мне написал, типа, это что, типа, зачем вы одежду для мальчиков заказываете? Не поняла, какая одежда тут для мальчиков. Может быть, подумали, что вот этот костюмчик, он тут с какими-то динозавриками, но мне кажется, вообще, для каких еще мальчиков? Кстати, вот бренд Мьолик, у них такое качество, что это вещь такая прям. Даже и гладить не надо. Ну и это тоже. Ну, качество такое просто. А вот это уже хочется погладить. Хотя все равно, видите, какие они хорошенькие. Может, потому что новое не носили. Нет, все-таки от качества зависит, что вот чендем. Тут оно более плотное какое-то, другое. Короче, все равно буду все гладить. Вот эти новые вещи в любом случае надо погладить, просто для какого-то спокойствия, чтобы под хорошим градусом удалить все бактерии. Потому что стираю я 30-40 градусов, не выше. Где такие вещички? Ну и на многих вещах так и написано, что выше 30 градусов нельзя. Какие-то вот полотенца у нас, например, есть. Их тоже нельзя выше. Ну, короче, вот так вот. Я вот про такие сушилки говорила, что, конечно, типа, блин, такое. Но вот это у нас старая, она вообще сломанная, просто мы ее не выкинули. Хорошо, потому что иногда у нас столько стирки, что пригождается. вот здесь отвалилась. Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. Так вот сосульчика продляется у нас все. Ну, она уже, наверное, проснулась должна. Уже купаться пора. Вот это, не знаю, показала вам, успела, не успела. Так вот классный костюм. Тоже от Happy Baby. Тут еще разбираться и разбираться с этими игрушками. Шкаф у нас, конечно, заполнен вообще всем. Тут тоже надо разбираться. Столько всего. Просто треш. Сумасити. Просто сумасити. Надо вот эту всю одежду отсмотреть и понять, что куда, потому что из некоторой одежды мы прям вырастаем. Даже не успеваем поносить. Этот комплект от Natura Pura. Он на 7-8 килограмм, по-моему, рассчитан. Нет. На 6-7 62 сантиметра. И он довольно-таки такой плотненький, короче говоря, что я уже даже не знаю. В месяц она нет, потому что она 6800 весит. Короче, капец. Что-то мы не успели поносить уже получается. Вот это классный костюмчик, но он нам точно уже мал, потому что я еще месяц назад, по-моему, ее наряжала в него. Короче, тут мне не понравилось, что нету какой-то защиты шейки. Ну, как знаете, бывает на костюмчиках, чтобы вот эта вот часть закрывалась тканью. Тут этого нет. И я нарядила Анютку в этот костюмчик, и у нее было красное. Ну, типа то, что натерлось. Хотя до конца застегла. Ну, короче, вот это минус у этого костюма, хотя он очень прикольный. С ушками такими классными. Надо будет тоже убрать уже из шкафа. Короче, что-то, конечно, не успели поносить. Ну, все поделать. Эй, как просыпается. Так вот крутит своей головой, а потом лысины у нас. Ай, сейчас тюлечку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Моноси такие миленькие. С такими хорошими лапками. С ладенькими, такими тепленькими. Анютка, заживем, отопление дали. Только сегодня, представляете, у нас, получается, до сегодня только в той дальней комнате, где вещи сушатся, только там были теплые батареи. Во всем остальном доме холодные. И вот сегодня, наконец-то, я услышала прилив. Теперь они горячие. Так что ура, можно ходить по дому в трусах и спокойно оставлять здесь ребенка ползу. Потому что у меня постоянно был страх. Я почему еще долго на пол не перекладывала, потому что уже холодно. И все равно, вот я обязательно всегда закрываю балкон, шторы, когда я ее кладу, потому что все равно, ну, типа, как будто поддувает. Помните, я в этой комнате сидела, работала? Вот, теперь не сижу. Я же вам рассказывала, да, почему у нас здесь плед. Потому что там у нас вот такие истории и очень много. Сегодня мама приходила. Что-то самое интересное, я вообще в шоке со своей мамой. Вот она ушла, надо было ей высказать. Ну, ладно, как бы пофиг. Короче, этот диван мы долго не продаем. Знаете, почему? Потому что мама сказала, типа, ой, не продавайте, хороший диван. Сейчас мы в доме там начнем внутри уже у мамы на даче обустраивать все. И, типа, мы его туда поставим. Ну, типа, перешьем, потому что тут пипец, обшивку сделать новую и поставим туда. Я такая, да ёк, сельмахтель, а я этот диван ненавижу просто. Он такой здоровый, облез весь нахер, ненавижу его просто. И в итоге мама такая говорит, давайте его продадим. Я говорю, знаешь что, мне похер, мне что с ним делать, я скоро отсюда уеду. Мы уедем с этой квартиры и все, и нафиг. У нас будет другой диван дизайнерский. Вот. Так что красота. Чего еще тут рассказывать, показывать? Собственно говоря, нечего. Мне недавно прислали швабру на рекламу. И улетная такая, что я теперь ей пользуюсь. Вот я вчера мыла полы и не убрала за собой, потому что так устала. Зачем я это делаю? Нет, в смысле, я просто люблю, когда дома чистые. На самом деле, с этой шваброй одно удовольствие мыть, казалось. Потому что очень удобно, все быстро, поэтому я, может, и сегодня тоже помою. Но нет, у меня сегодня есть другие дела. Разобраться с карапузией, что-то вам рассказать, вот это все разложить, разобрать. И я хотела это вообще-то все в сторис снять, распаковку, поэтому не знаю, может, я это сейчас все куда-нибудь на балкон просто отнесу и в контейнер какой-нибудь свободный сложу сейчас. Так, я загрузила стирку с новыми вещами. Здесь у меня два краба. И температура уже опустилась. Ну, ничего, буду давлять горячую. Просто я набрала, думала, она сейчас проснется, она все спит, спит и спит. Это просто что-то вообще непонятное. Ах, какие же они сладкие, темы лысые. Короче, я уже сняла обзорчик даже для сторис, вещей и всяких штучек от Happy Babies. Собрала все вот сюда в контейнер. Ну, завтра, послезавтра разберусь. Что-то тоже постирать надо игрушки, не игрушки. Короче, попозже с этим буду разбираться. Не знаю, вот куда пока деть. Мне еще сегодня нужно помыть голову и самой помыться. И я не знаю, когда это делать. Если честно, потому что наверное, буду по отдельности мыться. Типа сначала забегу быстро по мою тело. Хотя, короче, я не знаю, просто сейчас она спит, потом-то она спать не будет. Она проснется и уже долго не будет спать. Не знаю, когда мне мыться, но мне точно надо помыть голову, потому что я сегодня попшикала лаком. Ну и тело тоже. Просто хотелось бы нормально принять душ. Я бы могла сейчас это сделать. У меня же там Ивана набрала. Тем более, она уже давно спит. И я не знаю, наверное, сейчас проснется. А я еще снимаю влог. Мне еще хочется быть накрашенной, красивой. Это единственная вот такая, знаете, загвоздка, что было бы неплохо, если бы сейчас, например, дома был Слава. Но что поделать? Он делает очень важное дело на даче. Как я говорила, меняет радиаторы. Потому что в том году у нас просто такие суммы нагорали сумасшедшие. И отчасти это еще из-за того, что у нас там чугунные старые батареи, которые очень долго разгоняются, нагреваются и очень много жрут электричества, которое стоит бещеных денег. Просто охренеть. Ну, типа, в квартире все норм, а вот на даче то, что у нас вообще сумасшествие. Еще надо будет утром вставать. Надо не забыть, то, что мне нужно ее мочу собрать. Блин, важное дело сделать. Приклеить эти штучки. Я заказывала мочеприемники, мочесборники. Очень, кстати, удобная вещица. Просто приклеивается на гениталии. Такой, можно сказать, мешок. И все. Собирается. Так что просто нужно... Мы это уже делали. Можно сказать, один раз. Типа, одним днем. Но, по сути, приклеивали пару раз. И все, все хорошо. Это вообще не страшно. В интернете я читала. Сейчас покажу, как это выглядит. В принципе, можно чуть-чуть шуметь. Потому что могла бы она уже и просыпаться. У меня тут вообще черт ногу сломит. Куча всего. Надо совсем разбираться. Куча подарков и трубочек этих газотводных. Хотя у нас тут только нет. Блин, а у нас много этих трубочек оказывается. Так. Не, я так не смогу. Надо все доставать. В любом случае мне это надо доставать, потому что это мне пригодится утром. Вот такую, кстати, я бутылочку. Можно ее, кстати, помыть. То, что они вот кусток воды пьют, это просто кошмар. Ну, в смысле, это хорошо, я думаю. Просто она выпивает очень быстро. Вот. Такая у нас. Вот такую я купила побольше. Короче, она очень быстро водичку выпивает. Она ее любит. Я ее предлагаю, и она ее хорошо пьет. так, что надо будет помыть, просто стерилизовать. Что-то снега. Что-то снегается, малышу. О, котеночек мамин. Тише, 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 тише. Мои слюки, ничего такое. Просыпаться будешь? На, зосюлечку. Маленький сладенький. Маленький. Носочки стянул. Зачем? У нас дома такая жара. Ну все, просыпайся давай. Как в общем. Это классный альбом. Все никак не найду место. Надо нормально все разложить. Тут то, что у меня просто трэш. Нам кучу подарков дарили. Разные бренды. Вот такой вот бренд. Нам кучу подарочков всяких сделал. Там и соски, и бутылочки. Что там только нету. И у меня это все как-то вот так вот лежит. Знаете, в контейнерах. Здесь тоже куча, куча всего. Целые прям наборы такие вообще. У них большие какие-то сумасшедшие наборы. Так вот. Надо совсем этим разобраться. У меня, конечно, в тематуре не видно. Но однозначно мне нужна вот эта. Видите, тут все схвачено. Это все на любой куче жизни. Даже вот такая вот советская трубка. Вот как это выглядит. Вот такие типа для девочек. А вот такие универсальные. Вот эти у нас как-то протекли. Но это не страшно. Ну, короче, достану эти и те. Вот. И в интернете было написано самое главное аккуратно их типа отклеивать. Чтобы, ну, понятно. Сами знаете, откуда отклеиваешь. Поэтому, чтобы ничего там, кожу-не кожу, нужно осторожно. Но на самом деле я думала, что это вообще так страшно. Мы, конечно, медленно отклеивали. Но оказалось, что это вообще не страшно. Ребенку невольно. Ну, короче, я все время заранее зачем-то боюсь. Оказывается, что все ок. Короче, мне это надо будет где-то тут неподалеку оставить. Потому что завтра нужно будет не забыть это. Покажи, как ты улыбаешься, когда просыпаешься с хорошим настроением. Привет! Поплывешь? Ты так долго спала? Хочешь следить? Классно тебе, босичком? Наконец-то мама твои ноги освободила. Классно? Лежишь себе такой. Я на сауне лежу. Да? Сейчас пойдем купаться, да? Крабы тебе мама запустит. Ой, хорошенький. Здорово. Она просыпается с хорошим настроением. Ой, кто я? Куда бежит, малышок? Лягушка? Лягушка? Ты будешь радость? Ой, вы хорошенький. Вы хорошенький. Да. Ой, какая синяя. Ой, какие кулачи у меня вам дорога. Все, мой солнышко, просыпаемся. Осторожно. Свет. Оп. Да будет день. Гу-гу. Ну что, поплывешь? Ну что, поплывешь? Так вот, теперь со Светом мы можем разобраться. Короче, надо мне здесь навести какой-то марафет. Видите, у нас куча, куча всего. Я просто тупо не знаю, куда это складывать. И на хрена мне столько вземного было. Куча пеленок. Я просто кучу всего заказала. Там у нас еще всякие какие-то игрушки, погремушки. Это хэппи-бэби что-то. Но чем мы пока не пользуемся или из-за чего мы уже выросли. Это просто бесконечная какая-то волокита. Так, ну и все. Такие вот у нас вещечки. Это бабушка дарила. Получается, Нюткина прабабушка. Но это все навырос, сильно навырос. Так что надо будет это куда-то убрать поглубже, потому что это, я думаю, нам через год вообще. Вот. Ну бабушка так сказала, что она выросла, а не удержалась. Короче, да, надо разобраться, потому что вроде все нормально, но все заполнено. Просто заполнено. Еще у меня все такие вот красивые штучки, корзинки. Короче, ладно. Запихиваем обратно. Потому что пока что мне с этим делать? Куча заказала этих газотводных трубочек, потому что они какого-то хрена тяжело продаются в аптеках. Думаю, да ну нафиг пусть будут. А, у нас здесь, кстати, еще вот такая мочалка. Вот. Мы так ей не попользовались. Не знаю, вообще нужна, но в итоге нет. Но она какая-то супер мягкая должна быть. Ну, можно было бы, но с другой стороны, она же и так чистая. Чего ее скрести? Учитывая нашу кожу, блин, не буду, пожалуй, пока. Вот эту чудную книжку я просто обожала. Такая вот у нас здесь красота. Еще буду таких заказывать. Я с Анюткой сделаю. Пучу. Миллиард. Вот бы еще это все хранить как-то получше. Пока костюм туда запихнула, но его надо тоже постирать. Ты готова плыть? Мама там уже все подготовила. Ой, такая она сладкая, когда улыбается. Улыбка славина. Мама говорит, что улыбка у нее славина. Хотя подбородок и вот эта вся нижняя часть моя. Но улыбка у нее и вот эти эмоции, которые она делает, славины. Ты моя сладенькая. Как тебя мажаю. Ты такая смешная черепашка из-за того, что у нее нет зубов? Она когда улыбается сильно, она на черепахах похожа. Ой, какая струнитая. А когда я купаю, хочу ей шейку помыть. Она так хихикает, что ей щекотно, наверное, да? Ой, какая. Ой, какая. Знаете, чем я вчера ночью занималась? Я вот эти подушки гладила. И гладила вот эти вот штуки. Вот так. Красоту тут наводила. Манютки. Ну все, пошли купаться. Хватит болтать. О, какой маленький. Мирожочек. Ну что, ты готова к плавательным путешествиям? У тебя будет краб сегодня. А, по поводу аллергии, кстати. Ну вот сейчас нету, но в основном на коленках вот здесь вот красненькая. Ну вы, наверное, видите, так. Короче, просто в каких-то местах у меня просто уже есть аллергия. Мать и дочь. Тобой надо тренироваться. Надо так брать младенца семи килограммового и приседать, и приседать. О, как мышцы горят. Тренировочка. Мне, кстати, было бы неплохо начать уже тренироваться. Я очень хочу пресс накачанный, жопомом накачанный. Хочу, но так лень. Да? Еще заниматься что-то. И так сил ни хрена нету, блин. Переснится вся, болит. Еще тут приседания какие-то делать. Так, что рассказывать? В крабиков она играть не стала. Ты такая сладость, я тебя съем. Фрикаделька моя, че ржешь? Че ржешь? Ты моя раясь. Ты моя рыбка. Да? Рыбка мамина. Блин. У меня тут душнила невероятная. Вот этот дует горячим. Вот. Вот этот стирает. Уже закончил. Сейчас буду доставать младенчику. Приветики, приветики. Короче, купаю малыша, одеваю, вытираю, полотенце. Все, подготавливаю. Вот эти пеленки, вы, наверное, думаете, че за хрень, Юля? Вообще у нас вот такие пеленки, я их просто обожаю. Но вот эти у меня были как-то заказаны, я решила скорее их закончить, чтобы продолжить пользоваться нашими любимыми. Вот. Сейчас, конечно, ну, я рассказывала в своем блоге про наши любимые пеленки. Вот. Ну, это нормально, че. У меня, как и у любой мамы, есть свои фавориты и в пеленках, и в подгузниках че-то к нету. Такое классное полотенце нас будет ждать. Так, как выглядит ванна сразу после купания? Подгузники, что-то там, вот это вот. Ну, короче, Анютка уложила, ну, как уложила, просто положила. Сюда мы приносим грязные сосульки, потом они стерилизуются, моются. Я думаю закончить этот влог. Всю ее зацеловал, намазала, чем надо. Только глаза не закапала. Пока я не буду. Ну, может, вообще не буду. Не знаю, что она будет делать, но мне бы очень хотелось помыться. Я просто думаю, что я вам еще не рассказала в этом влоге, что хотела рассказать, пока выгляжу симпатично, причесанно, накрашено. Кстати, по поводу кожи, я все хотела с вами поделиться, показать, как выглядит сейчас моя кожа. Плохо, но не так плохо. То есть, вот если посмотреть, короче, больше следов, чем каких-то прям прыщей, и я все-таки пользуюсь той же фигней, которую назначали Анюрке, когда у нее было акне новорожденных, и реально кожа лучше становится. Я не знаю, как это работает, но это хорошо, хорошо, что помогает. В общем, сейчас время уже 23.00, представляете? Пока она вот так увеличивает, конечно, класс. Надо бежать! Я переживаю, вдруг не все рассказала, что планировала, что пудово не все рассказала. Так, ребята, рассказываю. Вива, иди сюда. Вива нифига не жрет, не пьет, поэтому нужно ей дать колбасы какой-то. На! Почему я и свою эту штуку выдумываю? Чтобы завлечь. Подержи. Потому что здесь она вообще сидеть не любит. хотя я так любила эту колбаску в детстве. Мы ее сделали такой, типа, не сильно лежачей и повыше. Ой, как че она лежит, фильмы смотрит, книги читает. Давай, жуй, жуй. Короче, она спала. Что было? Сейчас расскажу. Надо проведать Виву сначала. У меня с Вивой вообще не пойми ничего. Иди сюда, иди колбаску будешь кушать. Не жрет, не пьет. Хоть тут все в порядке, слава богу. Сложно с этими маленькими малышами. Колбася. Вива, иди сюда. Короче, не знаю, что с Вивой не жрет колбаску, вообще ничего не жрет. Вода не пьет. У нее стресс. Как я устала. Вот клянусь, с собакой стало сложнее, чем с ребенком после рождения ребенка. Просто стресс. Она сюда сама в итоге не пришла. Мне пришлось идти за ней, тащить ее сюда. Я вообще не понимаю, что за хрень. Это за слава. Он уехал, а она его любит. Вот что такое, как будто она где-то нагадила, но нигде вроде не нагадила, не пойму. И только собирается, и ей уже стыдно заранее. Что за хрень? Вива. Ебогу, ничего не понимаю. Нигде мочу не воняет. Иди сюда. Иди сюда быстро. Как вы думаете у меня вообще как? Что я должна думать, когда собака сутки не сыт, что потом нассать вот такую лужу? Вот я не знаю. Ну, отлично. Теперь пожрать можно. У меня тут ребенок орет. О, Господи. Ты почему носок стянула? Кукуша моя. Наконец-то мама плясла. Это что? Я ее с тобой таскала, возила, пока Виву подмывала. Думаешь, леденький. Не может она здесь лежать. Ну, не может. И все. Ну, скукотища, и все. Ихай. Ну, это трэш. Просто она может сутки не ссать, чтобы потом одним разом огромную лужу, просто гигантскую, напрудить. Вот как сейчас было. Сыт и смотрит мне в глаза, главное. Вообще охеревшая. А теперь и жрет. И, главное, весь день не жрала ничего. Я в шоке. Просто в шоке. Я в ярости. Кстати, я смыл макияж, нанесла эту белую зижу на места с прыщами, успела посушить голову, и все. Это было, знаете, когда нютка лежала, смотрела свою игрушку, и я сказала, что может побежать помыться, и я пошла помылась, и пока я мылась, она не спала. Я поставила себе видеоняню и смотрела, пока мылась. Успела помыться, нормально все. А когда я закончила, она уже была практически во сне, ну, короче, в итоге она уснула. Вот. Не сказать, что она прям долго спала, но за это время я успела, ну, получается, посушить голову, чуть-чуть посидеть, начать смотреть интервью, повесить то, что стиралось. Что-то еще я поделала. Ну, короче, по мелочи. Недолго она спала, но это было очень... Вот. Потому что я смогла помыться. Вот видите? Вот. И это хорошо. Сейчас пол первого, и да, мы не спим в такое время. И, разумеется, обязательно нам нужно будет сейчас работать над режимом, потому что это трэш. Кажись, что трэш. Какой коня тут понравился. Ой, как хорошо. Ты моя слезка, я. А где? А где твоя сосулька? Или ты без сосульки? Куда ее выкинула? Обожаю ее ручки. Ой, сладкие ручки. Такие пальчики халюсенькие, такие малюсенькие, такие сладенькие. Иллюсик такой малюсенький. Такой сладенький. Ой, что это такое? Морская фигура, замри. Ну все, на мультике смотри. Из-за того, что включили отопление, ну то есть его как бы включили еще сколько-то дней назад. Что, Виви, еще где посрать? О, злости не хватает просто. Короче, было холодно, теперь жарко, поэтому хочется открыть прям окно. Такая душнилая, не могу. Ой, я еще глаза помыла. А ты чего это колбасу сожрала, а корм особо не поела? Ну-ка быстро корм жри. Ух ты, я уже думала, реально корм пошло жрать. Я уже думала, ты совсем тупая. Знаете, я знаю сейчас, как это выглядит, потому что я все же делаю Вивочку, Вивочка то, Вивочка это. А как родился ребенок, я такая стала злая, ну потому что она никогда себя так не вела. Ну типа, когда на протяжении трех месяцев твоя любимая собака, которая до этого тебя только радовала, начинает постоянно где-то гадить, блевать. Я понимаю, что у нее стресс, но это капец, как бывает, не вовремя. Ну типа, как-то рассказывала, что они были колики, она орет, глубокая ночь, все в слюнях, соплях. Короче, трэш полнейший, я на нервах, Слава там тоже есть на нервах. И Вива берет и сыт на кровать огромную, вот такую лужу, как я вам показывала. Ну это просто, думаешь, да блин, ну потому что ты и так устаешь, закалебанный, казалось бы, и собака просто берет и добавляет. И это неприятно, потому что она знает, куда ходить. То есть я понимаю, что как бы это стресс, и то, что она сейчас делает, она никогда себя так не вела. А меня это сейчас уже вот здесь стоит, поперек горла. Вот рассказываю, как есть, не буду придумывать. типа, ой, да вы что, типа, ничего не изменилось, изменилось еще как. У меня иногда реально не хватает вот терпения, потому что когда ты и так устаешь, ты не надеешься, что хотя бы собака, которая всю жизнь ходила на одно и то же место в туалет, что она хотя бы это будет делать, она просто берет и сыт где попало. И там, где вообще не надо. Из плюсов, когда один кто-то шкодничает, как правило, другой спокойный. Вот, например, было такое, что вот сейчас даже то, что Вива там лужу напрудила, Анюска спокойно сидела, ждала, когда я там все уберу со своей грызулькой. Да. А Виву я посадила в ванну и та спокойно сидела. Будь! 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 Как-то понимать. Ребенок у меня под одеялом. Только на кухне открыла окно. Понятно, что это не то, что я открыла окно, она сразу чихает. Ой! Юля, ты этого! Боба, дорогая! Будь здоровой! Ну что ж, девчонки, какие у меня планы уложить ребенка, загрузить этот влог на диск, отправить на монтаж. Ну и, собственно, все. Смотреть интервью, чем-то заниматься. Знаете, о чем я мечтаю? Не знаю, когда я это смогу сделать, потому что у меня никогда на это нет времени. Никогда! Даже до рождения ребенка это разобраться в компе, перекинуть фотки с телефона на компьютер, создать папки, отобрать фотки на печать. Анюткины хотя бы. Не знаю. Где я беременна тоже. Ну, в общем, у меня же там много всяких, не только с фотосессий. В любом случае, хочу их не вот в такой даже альбом, а просто где отдельные фотографии вставляешь в альбом. Ну, вы поняли. Короче, я пошла что-то делать, сидеть перед компом. Ютуб-то я вообще не помню, когда я смотрела. У меня никогда нет на это время. Я не знаю, как у мамочек находится время на просмотре чего-либо. У меня вообще как будто бы этого... Ну, не бывает. Хотя, конечно, я вру, бывает. Мы со Славой вечером что-то смотрим там перед сном и так далее. Но я думаю, что хотя бы, если мы наладим режим, то будет уже лучше. Так вообще. Без вариантов. Без вариантов. Да, если честно, я не знаю. Не могу спокойно сидеть что-то смотреть. Но это надо. Это на самом деле очень хорошо. Мамочки, кто может себе это позволить, кто в итоге так делает, просто тупо нафиг такое все дела. Стирки, глажки, уборки, любые другие моменты. Буду лежать, смотреть, что-нибудь кайфовать. Вот хочу, как вы просто. Но не могу, потому что у меня постоянно не, ну как я буду лежать, надо что-то поделать, надо погладить, надо постирать. Хотя у нас даже уже есть девушка-клинер, который приходит, убирает раз в неделю. Ну, в общем, наверное, это неизлечимо. Слишком уж хозяйственная я. Ну, такая вот родилась. В общем, ладно, ребята, спасибо, что смотрели этот влог. Надеюсь, что рассказала, что хотела. Спасибо, что смотрели. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока. Не знаю, как закончить. Закончим тем, что я уж было собралась отсюда уйти и наступила вот в такую маленькую мужу. Вопрос на засыпку. Зачем? Вот зачем? Йо-хо-хо-хо-хо-хо-хо.